сегодня безоблачная погода вот фактически одно такое длинное длинное огромное облако над всем побережьем и еще правда ветер порывистый снега над васильевкой конечно нету но минус стоит озеро и василь замерзла на половину или уже на половину размёрзлась слышно как лед трещит а а а а можно подкрепиться даже вот орехи еще классные солнечная чудесная погода но сейчас мы спустимся в ущелье и там за скалами уже сто процентов будет тень будем идти по реке в тени а это вот маленькая птичка пищуха она такая слеповатая далеко не видит поэтому можно подойти довольно таки близко к ней выходим на реку так водичка конечно слабенько-слабенько даже в пещере сосулек нету здесь теплее чем над васильевкой до речки практически не слышно воды нет потому что вверху все замерзла и я так чувствую сегодня это будет вместо купания это будет наматывание километража но это тоже полезно прогулка на свежем воздухе такая себе сегодня прогулка с полосой препятствий в виде огромных каменных глыб хотя вполне вероятно что внизу купили есть но уже возвращаться не буду будем двигаться по направлению до лосов и хоть вода течет под камнями по руслу все таки местами есть купельки где собирается вода ну вот они покрыты льдом местами водичка все таки журчит ну в общем пройдем чуть-чуть пройдемся посмотрим если мы найдем воду то искупнемся если не найдем то ничего страшного просто сегодня укрепим ноги лишний раз вот это вот вот это вот находка конечно жалено в огромном куске скалы но размер вот чтобы было видно вот такая вот раковина и внутри кальцинированные кристаллы я думаю поняли что я хотел сказать вот она кальцинированно кристаллы которые заполняют пустоту вот как витки спирали этой раковины были а тут даже вот огромный такой большой кристалл самом верху вот такая вот большая довольно таки большая здесь вот можно задуматься о том что такое бытие миллионы лет назад эти раковины были живыми дышали а на сегодня они вот так же есть но уже в виде камня это вот такой большой куст кораллового рифа вывалившийся со скалы я их поздно включил все таки вот на осыпях камни продолжают осыпаться был лед он подтаял и вот такие не новые осыпи это осыпь была но она разрослась после потопа довольно интересные находки можно встретить под ногами если смотреть под ноги и вот с этого оползня или с этой осыпи открывается уже видно скальник хребта баланинкесы правый борт ущелья учкож иду по абсолютно сухому руслу даже журчание под камнями несколько ветер где-то в верхушках деревьев шумит но сосны такие недвижимы ветер не является все таки шум воды куча сосулек он это да чем выше правда тем холоднее ощущается да 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 это вот деревьев погибло очень много во время потопа уже непосредственно под скальником идем над нами нависает огромные отвесные хотя вот все-таки водопадики есть значит вполне возможно что мы дойдем до большого и там водичка тоже будет а Продолжение следует... 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 И все... Продолжение следует... Продолжение следует... По времени дальше мы уже сегодня не успеваем. Будем выходить в Долосы. Здесь буквально за сколько тут сотни метров пройти и уже чувствуется понижение температуры. Уже лежит снег местами. Вверху вот такая вот красота, голубое небо и облака. Таких форм интересных. Вот оттуда мы пришли из Васильевки и очень скоро будем уже в Долосах. Такой прогулочный маршрут, который дает возможность немножко поработать мышцам, побарабанить сердцу, подышать легким, ну и привести в порядок свои мысли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!